Владимир Путин сегодня на Афоне принимает участие в торжествах, посвященных тысячелетию присутствия русского монашества на Святой Горе. А в начале визита президент побывал в храме Успения Пресвятой Богородицы. Там был отслужен особый краткий молебен по древней византийской традиции, связанной со встречей почетного гостя. На Афоне Владимир Путин уже был 11 лет назад. Сегодня он поблагодарил священнослужителей за повторный теплый прием. Я хочу поблагодарить Вселенского Патриарха, предстоятелей греческой православной церкви, за все, что вы делаете для поддержания отношений русской православной церкви с русским народом и с Россией. А братьев святой Гореакон хочу поблагодарить за теплый прием. Я здесь второй раз. Всегда чувствую особую теплоту, доброту и самое лучшее отношение. Не только ко мне, как к главе российского государства, а к русскому народу в церкви. На святой Гореакон происходит очень важное и очень нужное для православного мира деяние. А это деяние связано с сохранением нравственных устоев нашего общества в значительной степени. Вы являетесь источником этого благополучия и благодати. Ну и после Владимир Путин встретился с членами священного кинота. Это верховный орган самоуправления Афона. Возрождая сегодня ценности патриотизма, историческую память, традиционную культуру, мы рассчитываем на упрощение наших отношений с Афоном. Отравлено, что год от года его посещает все большее количество паломников из России. Я хотел бы поблагодарить вас за радушие и добрые отношения, которые здесь встречают наши соотечественники. Важное свидетельство растущих связей России и Афона – это афонские святыни, которые приносятся в нашу страну для поклонения. Среди них пояс Пресвятой Богородицы из Водопесского монастыря и десница Святого Георгия Победоносца из монастыря Ксенофонца. Приложиться к ним смогли сотни тысяч православных России. Надеемся, что эта высокая благородная миссия афонских монастырей будет продолжена. Сегодня Владимир Путин еще посетит Свято-Пантелеймонов монастырь. Он считается русским, хотя сейчас там живут не только русские монахи. Настоятель монастыря – игумен Иеремия, которому уже исполнилось сто лет. Но он будет встречать президента вместе с патриархом Кириллом, который приехал на Афон накануне. Первое появление русских иноков на Афоне произошло еще при жизни князя Владимира в начале XI века. В 1169 году русским передали так называемую обитель Фессалоникийца, которая просуществовала до первой половины XIX столетия. С конца XV века московские князья и цари оказывали Афону щедрую помощь. Начиная с 40-х годов XIX столетия начинается массовый приток русского монашества на Афон. Паломники заселяют Ильинский и Андреевский скиты. В 1875 году под контроль русских переходит Пантелеймонов монастырь. С переходом Афона под гражданскую юрисдикцию греческого королевства в 1912 году приток русских практически прекратился. Он возобновился лишь в 70-е годы. В настоящее время Пантелеймонов монастырь насчитывает 106 монахов. К его сокровищам относится библиотека, мощи апостолов и других святых. Настоятель обители – 100-летний схиархимандрит Иеремия.